В Рашском районе Республики Таджикистан власти решили привлечь школьников и их родителей для сбора средств в счет оплаты задолженности за аренду учебников путем сбора орехов, шиповника, макулатуры и металлолома. Об этом сообщила журналистом глава отдела народного образования Рашского района Зарина Идеева. Министр образования порекомендовал нам отправить детей на сбор хлопчатника или на сбор урожая картофеля. Мы ответили, что это невозможно. К примеру, хозяйство, вырастившее картошку, собирает урожай своими силами. Тогда он нам посоветовал собирать шиповники и орехи, сказала Идеева. Задолженность школ Рашского района за аренду книг составляет около полумиллиона сомони. Министерство образования и науки Таджикистана выдает школам учебники в аренду на три года. Как пояснили в ведомстве, школами первый год выплачивается 34%, второй и третий год по 33% от стоимости учебника. В целом, в стране, где среднее образование является обязательным и должно финансироваться государством, положение в системе образования, мягко говоря, очень плачевное. Даже несмотря на сообщения в СМИ об открытии очередной новой школы самим Пешвой Милат. Так, в одном из сел Таньол, Джамуата Дахана, города Кулява, где проживают тысячи человек, более ста школьников обучаются в школе, которая расположена на первом этаже частного дома. Местные жители сетуют на то, что уже 20 лет не могут добиться строительства школы для своих детей. Председатель села Таньол Бозарали Расулов сказал 22 октября в беседе с Радио Азади, что дальше обещание дела не сдвигается. Куда мы только не обращались. Не знаю, почему до сих пор наша просьба не услышана. Неужели наши дети второсортные, говорит он. Учитель школы Нурджон Касимова сообщила, что раньше это здание служило по львым станам фермеров, а с 1991 года в нем располагается школа. Иногда хозяин дома спрашивает, когда начнется строительство новой школы и когда мы съедем. У него дети пока маленькие, поэтому нас еще терпят, говорит она. Местные жители